Арселор Митл Тимиртау – один из лидеров развития программы внутристрановой ценности не только по Карагандинской области, но и по Казахстану. В 2022 году компания планирует повысить отечественное содержание в закупках товаров, работ и услуг до 73%. О развитии сотрудничества с казахстанскими производителями рассказали на форуме в Тимиртау. Проводится этот форум в рамках той инициативы, которую представил глава государства по созданию внутренней программовой ценности и по платежке моногородов. С 5 марта у нас было заседание, совещание, где мы вкратце докладывали перед премьер-министром по деятельности компании за 2021 год. И одно из поручений, которое было дано председателем правительства, это создание стратегии по внутренней страновой ценности. Подобную форуму мы проводили до этого. К сожалению, в прошлом году из-за пандемии провести его не удалось. Мы начинаем с сегодняшнего дня, планируем проводить их на регулярной основе, чаще, чем раз в год, возможно, проводить на полугодовой основе. Для того, чтобы мы совместно выработали определенные мероприятия, в результате реализации которых мы бы могли в целом значительно улучшить ситуацию по развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Компания не только ежегодно увеличивает долю отечественных товаров в закупках, но и постоянно расширяет список поставщиков. В прошлом году компания заключила меморандум с Акиматом Караганинской области. В него вошли 44 производителя региона. В результате объем закупок у местных предприятий превысил 34 миллиарда тенге. Был создан кластер металлургии и машиностроения, участники которого получают металлопрокат со скидкой до 4%. За 2021 год внутристрановая ценность достигла около 71%. У казахстанских производителей было закуплено товаров, работ и услуг на 524,8 миллиарда тенге. В планах на 2022 год повысить внутристрановую ценность товар до 73% за счет укрепления сотрудничества с малым и средним бизнесом. Компания увеличит объемы заказов, а также привлечет ряд банков для льготного кредитования и консалдинга. Будут дополнительно открыты центры по реализации металлопроката. Кроме того, планируется реализация ряда новых проектов. По строительству фабрики нетканых материалов, запуску цехов по производству дисков, уголков, картонной гильзы. Сейчас есть возможность для расширения бизнеса в регионе и создания условий для того, чтобы данные виды продукции или данные виды работ до нас оказывали местные компании. Следующий пункт – это обучение казахстанских специалистов. Значит, к нами проводится в этом плане большая работа. Значит, мы работаем с университетами, нами подписаны меморандумы с местными вузами. Мы работаем с коллегами. Есть большая программа по поддержке школ и колледжей в профессиональных регионах. Значит, это все делается для того, чтобы не было только молодежи в другие города. Значит, чтобы молодежь у нас в моногородах имела возможность для дальнейшего развития, значит, получения качественного образования, ну и, соответственно, возможности с этого устройства на наших предприятиях. Исполнительный директор Арселор Митл Тимиртау ответил на все вопросы предпринимателей. Согласно законодательству Казахстана, компания публикует отчеты по исполнению программы внутристрановой ценности на государственных сайтах. Арселор Митл Тимиртау не единожды был удостоен наград за высокие показатели казахстанского содержания. Это подтверждает стремление компании к развитию внутристрановой ценности. Анастасия Ходорева, Андрей Буховский, Новости Тимиртау.